Сегодня мы вновь побывали в Подгорецком замке. Подгорецкий замок неоднократно падал и поднимался. Мощь, величие, победа и разрушение – такова история этого замка. К сожалению, он не сохранил внутренней роскоши и отделки. Восстание крестьян, нашествие татар, многочисленные кровопролитные войны оставили за собой лишь в разрушении. Подгорецкий замок – один из лучших в Европе образцов сочетания импозантного дворца с бастионными укреплениями. Замок имеет квадратную форму с длиной стен в 100 метров. Каждый угол стены оснащен пятиугольным бастионом, что позволяло осматривать окружающую местность на многие километры. Желанные гости прибывали в замок с помощью подвесного моста через арочный портал с колоннами, а от нежелательных имений с трех сторон было защищено глубокими рвами. Боковые стены охраняли медные атланты. Один из атлантов держит на плечах шар, символизирующий свет, а другой – солнечную систему, означающую Вселенную. Во время Второй мировой войны величное здание было подорвано, коллекции разграблены, интерьер поврежден, а помещения использовались как лазарет. Только благодаря покойному Борису Григорьевичу Возницкому, директору Львовской галереи искусств «Герой Украины», сразу после окончания военных действий удалось спасти часть экспонатов, которые пополнили запасники музеев Львовщины. В настоящее время двери замка уже открыты для посетителей, и мы очень этому были рады, наконец-то попав внутрь помещения. Сейчас там проводятся выставки произведений современного искусства. Со временем планируется восстановить интерьер замка с сохранившимися картинами, мебелью и их копиями. В XVIII веке замок приобрел наибольшую популярность. В замке была собрана большая коллекция ценных картин, книг, оружия, мебели. Перед резиденцией всегда стояла парадная военная стража, несколько пушек. Во дворце происходили громкие забавы, длившиеся неделями, на которые съезжалась окружающая шляхта. Их украшали фейерверки, военные парады и пушечные залпы. Здесь были свой оркестр, театр, работала типография. В замковом парке прогуливались редкие птицы. Сейчас в залах пусто. Но мы надеемся, что сохранившиеся экспонаты Подгорецкого замка все-таки вернутся на свое запомненное место. Как и полагается, все подобные замки имеют свои легенды. Подгорецкий замок не стал исключением. У него есть свои призраки и свои интересные истории. По легенде, один из владельцев дворца, граф Живуцкий, очень ревновал свою жену Марию, которая была младше ему на 40 лет. А однажды он заподозрил жену Марию в неверности, не сдержался и замуровал ее живьем в одной из стен замка. С тех самых пор, в день годовщины ее ужасной смерти, можно услышать, как она горько плачет. Местные жители прозвали призрак Белая Пани. В Подгорецком замке проходили съемки советского телесериала «Тертаньян и три мушкетера», белорусского фильма «Дикая охота короля Стаха», а также исторического фильма «Богдан Хмельницкий», в котором на крепостных бастионах замка снималась битва между запорожскими казаками и ордой татар. На стенах замка, как вы видите, расположены старые фотографии, по которым мы сможем представить, каким был замок-дворец его владельца сотни лет назад. Естественно, по этим подобным фотографиям потом воссоздался интерьер замка. В конце 90-х годов Подгорецкий замок был передан Львовской галерее искусств и также был создан благотворительный фонд возрождения Подгорецкого замка, который возглавил на тот момент Борис Возницкий. В фондах галереи сохранилось 85% экспонатов из замка, которые планируется туда вернуть и разместить в восстановленном дворце в музей интерьера и, безусловно, это очень радует. Теперь замок и всю его территорию в Подгорцах объявлены государственным заповедником. Друзья, бережем вместе наследие нашей нынки Украин.